это собственно сердце системы позиционируемся как соус-сервис вот я к себе драгон тропом складываю здесь можно любое выражение прописывать пользователи могут поиграться с данными под капот глубоко не залазя вот эта вся красота собралась в единую большую таблицу показывали мы показывали в рамках нашей стандартной демоверсии то же самое вы можете просто брать и делать но вариантов очень много и там еще есть куда погружаться мы вас приятно постараемся удивить нашим инструментом аналитик workspace эфир наш будет состоять из двух частей 1 небольшой 15-20 минут мы постараемся в рамках обзорной презентации рассказать про аналитик workspace потому что показать все это в принципе него невозможно там есть момент организационные внешние моменты которых самой системе не показываться и после этого перейдем к непосредственной демонстрации возможности системы пройдемся на какой-то красной нитью по основным моментам по не основным моментом по любым моментом вы сами сможете посмотреть систему если если еще не смотрели да у нас есть возможность зарегистрироваться в демоверсии внизу под презентации есть две кнопки регистрация в демоверсия они откроются в новой вкладке я предлагаю сейчас вам не регистрироваться просто знайте что можно нажать оставить там на другой вкладке браузера и потом это сделать и есть вторая кнопка присоединиться комьюнити у нас есть сообщества в телеграме где мы там много интересно рассказываем тоже можно нажать в отдельной вкладке откроется и потом присоединиться чтобы сейчас не тратить имя на эти действия второй момент у нас если вдруг у вас экран там небольшой но не знаю на планшете смотрит на ноутбуке и нашу презентацию либо демонстрацию будет видно мелковато да то можно ее растянуть на весь экран вверху над презентация справа есть такие стрелочки в две стороны разворачивайте тогда наши прекрасные лица скроются за всем этим делом но зато презентация будет на весь экран все коллеги начинаем собственно сегодня мы встретились с вами для того чтобы рассказать про аналитик workspace это российская биосистема высокого уровня самообслуживания с сел сервис про которую собственно мы хотим рассказать сделать упор на каких-то основных фишках которые у нас есть для начала давайте познакомимся я много всего наговорил но вот мы еще не представились три участника сегодня будет вещать да первый это сама система аналитик workspace это наша разработка далее представлять систему будет два спикера я михаил грек проходитель отдела продуктовой разработки аналитик workspace и мой коллега александр кварцхеля саша архитектор аналитик workspace эксперт большой ptl кандидат математических наук позже саша слова получит и сам сами поймете уровень его экспертности давайте обзор на проговорим рассказать что такое аналитик workspace в основных пунктах во первых мы в коем в реестр российского поэт полностью российское решение минцифры проверил одобрил все есть можем работать в двух вариациях это он премис когда в закрытый контур компания к себе ставит на свои сервера может быть он не закрытый выход в интернет может быть но сервера компании можем работать в облаке у нас есть партнерство с яндексом партнерство с облаком от сбера мы разворачиваемся там и собственно потребление идет отдельно за облака отдельно за систему по количеству по вариации лицензирования у нас есть три вида периодичности лицензии бессрочной лицензии есть лицензии годовые бессрочные годовые они могут быть формате on premise для облачных форматов у нас есть ежемесячные лицензии есть три вида пользователей разработчик аналитик и специалист разработчик собственно все может аналитик это another промежуточная ступень эволюции между разработчиком и и в意уэром мы ему даем возможность работать с дашбордами виджетами настраивать это все но не даем возможность подключаться к источникам и моделям оставлять все разработчиком и 3 категория пользователь и специалисты они могут все смотреть имеется в виду виджеты виджеты и дашборда не могут смотреть, но не могут управлять, то есть это роль вьюера, и в зависимости от роли зависит цена. Все это есть на нашем сайте, ссылка будет еще не раз дана, мы полностью открытый формат поддерживаем, то есть описание функциональных возможностей, вообще все, что можно открыть, мы открыли наружу, можно смотреть систему, пробовать, можно смотреть цены, все полностью открыто. Из особенностей у нас система полного цикла работы с данными, то есть у нас есть полноценный ETL-модуль, где мы с помощью интерфейса и drag-and-drop операций большинство сценариев поддерживаем, для сценариев посложнее есть связка Apache Air Force Park, мы это покажем, сейчас я просто засечку сделаю, что у нас это есть, позиционируем себя как self-service, BI, то есть пользователи могут поиграться с данными под капот, глубоко не залазя, каких-то навыков особых мы от них не требуем, ну и вот эту планку входа постепенно стараемся снижать, снижать, несмотря на рост функциональности. Работаем с любыми источниками данных, ну три основных, да, это базы данных, файлы и веб-сервисы, если каких-то баз данных, а у нас их много, поддерживается, не хватает, то можно свои GDBC-коннекторы под капот подложить, и мы подключимся к другой базе данных, которая у нас изначально, возможно, не была. Поддерживаем возможность SSO, то есть встройка в другие системы, у нас есть OpenID, если что, его K-клок поддерживает, то есть если вопрос интеграции с K-клоком, то он как-то по сути из коробки идет, и AD. Поддержим. Дальше SSO передаю Александру, он расскажет по основному процессу обработки данных. Да, всем привет, Михаил, спасибо. Так, теперь мне надо тоже разговориться. То есть начнем с... Я буду рассказывать технические вещи. Вот мы будем погружаться уже в сам процесс обработки данных, визуализации, и начнем с описания того, как вообще выглядит процесс работы с данными, их визуализации в биосистемах, и вообще в любых системах, которые ориентированы на работу с разнородными данными. Вот, здесь вот на диаграммке представлен вот такой вот общий процесс. Центральным местом, вот я его сейчас попробую обозначить, у меня должно рисоваться. Вот так. Вот здесь вот я обвел, надеюсь, вам видно. Это так называемая аналитическая бизнес-таблица. Это, собственно, сердце системы, поскольку, с одной стороны, в него, в эту таблицу собираются все данные, которые мы из разных источников берем, их модифицируем. И с этой же таблицы происходит аналитическая работа по отдаче данных в визуализации. Это вот если мы BI рассматриваем, то есть блок с диаграммами, с дашбордами, с виджетами, туда читаются данные, там показываются. Также эта таблица может выступать, например, как в машинном обучении, в искусственном интеллекте, есть такое понятие, как датасеты для, собственно, для обучения. Вот эти же таблицы, они выступают в роли поставщика данных для вот таких интеллектуальных систем. Ну и любые другие системы, которые работают с данными, с данными, вот здесь у нас на диаграмме обозначены Data Driving Applications, тоже могут брать данные из этой таблицы. Значит, это прямо вот одна таблица. То есть если мы смотрим, как база данных, это вот много-много разных таблиц с какими-то связями между собой. Для цели именно анализа данных нам нужна вот одна большая таблица. И, собственно, весь процесс, который слева, это подготовка данных, он сводится к тому, что мы должны данные из разнородных источников. Например, у нас есть какая-то база данных нашей инновационной системы, у нас есть какие-то файлы, у нас есть какое-то стороннее API, где есть тоже данные. Мы должны оттуда данные забрать. Это называется экстракт. Вот. Затем мы эти данные должны по определенным правилам объединить. Ну, две основных операции объединения таблиц из разных мест. Это те, кто знаком с SQL, может быть, аналитики есть, это так называемый join, когда мы к одной таблице справа представляем другие таблицы и связываем их по определенным ключам. Вот. И вторая операция объединения – это union, так называемый. Это когда мы две таблицы с одинаковой структурой записываем одну на другой, то есть сначала идут строки первой таблицы, потом строки второй таблицы. Собственно, вот пока человечество придумало две таких основных операции по соединению данных, вот они вот применяются для того, чтобы получить одну большую вот такую аналитическую таблицу. Ну, и, собственно, после того, как мы в этапе трансформации данных, то есть такое объединение, возможно, какой-то модификации внутри, мы должны их загрузить. Вот эта операция называется load. Это тоже не совсем тривиальная операция, поскольку хранение вот этих вот таблиц аналитических, они… хранение, оно должно быть специфически сделано. То есть если мы говорим про базы данных, которые лежат… про таблицы, которые лежат в классических базах данных, под гриской или оракл, они там лежат так, что должны соблюдаться транзакционная целостность, должны соблюдаться определенные атомажность на операции, которые… надежность и так далее. Для таблиц, которые хранятся в аналитических СУБД, предъявляется основное требование. Нужно очень быстро записать туда данные и очень быстро отдавать оттуда строки, ну, причем не просто отдельные строки, а еще агрегированные. То есть основные операции, например, когда мы какую-то диаграмму рисуем, мы, соответственно, выполняем операцию именно вот, например, мы говорим, мы сгруппируем там по годам и просуммируем какой-то показатель. Вот у нас получается такая вот кусочек данных из этой большой таблицы, где по годам у нас какие-то целостичные показатели. Вот. Собственно, поэтому аналитическая таблица, она вот лежит в определенных СУБД, которые еще называют колоночными СУБД. В нашем случае... Вот, следующий слайд с архитектурой, быстро поясню. Так, значит, в нашем случае эти данные лежат в СУБД ClickHouse. Я сразу обведу. Вот она вот здесь вот находится. Это та СУБД, которая обеспечивает вот быстрой операции по записи многих-многих-многих миллионов строк, и затем выполнению над этими строками вот таких операций для отображения на витринах. Наше приложение работает в вебе, то есть для ее работы нужен только лишь один из последних браузеров. За это отвечают, за работу вот этого именно веб-части приложения нас отвечают компоненты, которые здесь обозначены. То есть это само приложение, прям отдельное, которое запускается в браузере. Оно соединяется с веб-сервером, который уже вот всю информацию для работы этого приложения отдает. Причем у нас так сделано, что у нас есть еще так называемые веб-сокеты. То есть мы отдаем данные быстро, и человеку вообще, который работает с приложением, ему кажется, что он вот в какой-то такой вот дизктопном виде с ним взаимодействует. Все настройки, которые пользователь выполняет в веб-части приложения, у нас через определенные очереди внутренние передаются на компоненты, которые уже отвечают за построение основных процессов. То есть, например, если мы настраиваем нашу витрину данных, то есть мы указываем, как у нас соединяются таблицы, ставятся задачи в блок, через определенные очереди в блок, который здесь обозначен как ETL. Собственно, ETL это и есть Extract Transform Load. Вот те основные операции, которые на предыдущем слайде показывали. Здесь за это у нас отвечают такие подсистемы, как Airflow, это оркестратор так называемый, то есть сам процесс сложный по обработке вот этих вот заданий, загрузки, трансформации данных. Этот процесс нужно оркестрировать, чтобы все в своем порядке выполняло. За это отвечает Airflow. За выполнение, собственно, операции работы с данными у нас отвечает Spark. Также у нас есть компонент, который называется Drill. Он отвечает за то, чтобы, когда человек работает в интерфейсе, и он собирает, например, витрину из многих миллионов таблиц, все равно хочется в режиме реального времени увидеть, как у нас эта витрина выглядит при просмотре. Ну вот когда будем показывать, я вам продемонстрирую эту часть. И понятно, чтобы получить вот этот предпосмотр, нам не нужно весь объем операций получать, нам лишь только нужно соблюсти определенные, так сказать, определенные действия, чтобы получить небольшой фрагмент данных. И вот эта вот операция ETL над небольшим фрагментом данных у нас отвечает вот этот компонент Drill. Далее. Сам ETL взаимодействует с так называемыми коннекторами к базам данных. Вот они здесь перечислены. Они здесь не все. То есть здесь вот этот у нас, вот этот квадратик растет-растет с каждым новым релизом. В частности, мы ко всем популярным СУБД обеспечим возможность подключения к разнообразным файлам источников, XLS, CSV и так далее, к сетевым папкам, к данным, которые лежат в так называемых S3-хранилищах внешних. То есть там много очень возможностей. К web API мы можем подключиться, забрать данные. И таким вот образом вот в этой связке мы полноценно ETL реализуем. Далее у нас по хранилищам данных. Как я уже сказал, у нас основные, собственно, вот эти таблицы данных, аналитических данных у нас хранятся в ClickHouse. Здесь у нас он отвечает за быструю отдачу визуализации. Также у нас все метаданные системы, ну, то есть пользователи, описание моделей, как у нас выглядят диаграммы, как выглядят, то есть не сами диаграммы уже построены, а их настройки у нас хранятся в PostgreSQL. Плюс у нас в системе внутри очень много, собственно, самих файлов хранится. Мы файлови, такими кусками данных передаем от подсистемы к подсистеме для того, чтобы собрать их. И за это у нас отвечает как классическая файловая система хранилища, также и S3. То есть у нас есть внутренние стрихранилища, в которые мы кладем данные для того... И вот это S3 хранилище, оно обеспечивает масштабируемость по именно... по объему хранящихся вот таких вот отдельных порций данных. Ну, кроме этого, у нас есть много внутренних подсервисов, которые отвечают за сборы всяких статистики, мониторинга, логирования. Очень много кэшей по разным уровням разложенных. То есть мы максимально... То есть один из дзенов работы с большими данных состоит в том, что если что-то один раз вычислено, то лучше положить в кэш для того, чтобы в следующий раз не вычислять то же самое. Вот. И у нас кэши многоуровневые, у нас в каждом сервисе эти кэши есть. У нас есть глобальные кэши, локальные, внутренние. То есть там очень много всего. И плюс мы обеспечиваем возможность отдачи данных из самого Analytical Space в системы продвинутой аналитики. Например, вот у нас есть такой популярный среди датсантистов сервис, как Юпитер, Юпитер Хаб, Юпитер Ноутбуки. Вот. И к ним там уже можно и строить модель машинного обучения, и какие-то диаграммы очень хитрые строить. Для этого у нас есть специальные коннекторы. У нас есть интеграция с Юпитер Хабом, когда прям если мы... Мы можем отдать данные просто в Юпитер Ноутбук конкретного пользователя, а можем прям бесшовную интеграцию между поднятым Юпитер Хабом и самим Analytical Space сделать. Наверное, все по архитектуре. Давайте перейдем дальше. Как и любая система, которая работает с данными, такая промышленная в уровне система, мы очень много внимания и очень много возможностей представляем для обеспечения безопасности. В частности, у нас есть классическая ролевая модель доступа, когда мы всех пользователей раскладываем по ролям, по группам. Этим группам даем права на доступ к определенным моделям, к виджетам, к визуализациям. У нас есть также возможность организовать доступ по принципу ABAC. ABAC — это атрибутивный доступ. Еще, мне кажется, очень похожая концепция есть у Power BI, который называется Raw Level Security. То есть, когда мы пользователям даем доступ к витрине, к данным аналитической таблице, но мы говорим, что он из нее, из этой витрины, может только лишь кусочек данных видеть. Покажем, как это делается. Ну и плюс одна из возможностей — это обычная работа в закрытом контуре. Мы не предъявляем к тем инсталляциям, экземплярам нашей системы, которые у клиентов ставятся, каких-то требований к тому, чтобы держать постоянно соединение с неким облачным местом, где там что-то происходит. И поэтому вы можете взять и в своем закрытом контуре полностью развернуть систему и работать полноценно. По поводу, я уже упоминал, про проблемную аналитику и машинное обучение. Да, мы рассматриваем вариант использования нашей системы как одна из промежуточных мест, которые обеспечивают создание именно моделей машинного обучения и искусственного интеллекта. Как с этим работать, мы отдельно покажем. На нашем сайте есть вот кнопочка «О нас», раздел «Меню о нас», и там есть мероприятие. Там уже анонс мероприятий висит. Мы отдельно устроим мероприятие, в котором расскажем, собственно, как можно готовить датасеты для обучения моделей машинного обучения. Затем, собственно, как можно обучить эту модель. И затем, как применять эту модель в самом аналитику отспейс для того, чтобы, например, в следующей витрины данных в них применялись методы продвинутой аналитики. Посчитать какие-то хитрые тренды, либо классифицировать какие-то факты, которые случились в ваших данных. Ну и так далее. То есть мы все эти варианты рассмотрим. Мероприятие пока с открытой датой, но вы можете записываться. Вот, и мы потом еще раз встретимся. Так, давайте дальше. Изначально, как вы уже заметили по архитектуре, у нас система построена так называемой микросервисной, на основе микросервисной архитектуры. У нас все сервисы отдельно взятые умеют масштабироваться. То есть они подстраиваются под текущую нагрузку как по количеству пользователей, так и по объему данных. И поэтому проблем с масштабированием системы нет. Очень хорошо это все работает в управляемых окружениях, где можно на лету добавлять ядер памяти дискового пространства под текущие задачи, под текущие объемы, которые у вас есть. С нашей же стороны мы от релиза к релизу ведем такую полномерную работу. То есть мы взяли некий сервер, который чуть выше, чем минимальные требования. Для него обозначили тестовые случаи. Вот здесь эти характеристики приведены. То есть мы там тысяча плюс одновременных пользователей. Мы создали тестовый дашборд. В него загрузили 10 миллионов записей. И, собственно, мы этот случай с зафиксированными параметрами как по серверу, так и по нагрузке пользовательской данных, мы прогоняем тест и смотрим, как у нас с релизом либо деградирует производительность, если деградирует, то мы предпринимаем действия для того, чтобы вернуть обратно оптимизация и так далее. И у нас вот этот вот процесс по тому, как мы отслеживаем, насколько все хорошо идет работа с данными, вот в таком процессе, который мы регулярно запускаем. Ну, кроме этого, данные, которые здесь приведены, 10 миллионов записей, это практически ничто. Для гордости скажу. Для нашей системы мы работаем и с десятками миллионов записей. Мы периодически устраиваем набеги на наши стенды и там загружаем по 300 миллионов записей, иногда на миллиардных объемах пробуем запустить, посмотреть, как у нас виджеты работают. Вот, с этим проблем нет. Так, и, наверное, я верну слово Михаилу. Да, Саша, спасибо. По поводу бесшел на интеграцию с другими решениями. Это вот одна из наших точек гордости, наверное. Мы очень неплохо справляемся с тем, чтобы аналитикой обогатить какой-то другой продукт. У нас есть уже несколько кейсов, когда мы с помощью, точнее, когда с помощью аналитик Workspace разработчики программного обеспечения свои программные продукты обогащали. Например, у нашего близкого партнера Bars Group есть такой продукт своды, платформа для сбора и консолидации данных. Она вот из распределенных структур позволяет в единое место данные собирать. Ну, и вот логическое продолжение этого сбора, чтобы эти данные анализировать. И вот анализ данных, он происходит с помощью аналитик Workspace. Многие регионы, в основном госуровень, многие компании государственные, они вот используют своды в связке с аналитик Workspace. Есть большой пласт интеграции с медицинскими информационными системами. Отдельное решение даже есть. Датамет, когда вот медицинская информационная система, она владеет внутри себя неким набором данных, и этот набор данных, он анализируется с помощью аналитик Workspace. Из коммерческого сектора, ну, просто своды, и вот медицинская информационная система, это рядом с государствами. Из коммерческого сектора мы интегрированы с системой лояльности RX Loyality, компанией RobotX. Ее используют в разного рода сети, которые систему лояльности для своих клиентов запускают, и они вот отчетность о том, как их система лояльности отработала, смотрят в аналитик Workspace. Это был кейс замены Power BI. Раньше они смотрели в Power BI, некоторые до сих пор продолжают смотреть, постепенно происходит переход на аналитик Workspace. Ну и в целом мы готовы встраиваться в любую другую систему через OpenID Connect, AD, и там есть разные вариации интеграции. Подробнее есть страница на сайте, там мы более подробно рассказываем и готовы конкретные кейсы обсуждать. Немножко перейду к виджетам и дашбордам. Это тоже точка гордости у нас. Если мы после демонстрации клиентам, ну не только, просто демонстрации демо-версии, обратную связь собираем, и вот у нас по дашбордам 4.8 из 5 пользовательская оценка визуализации интерфейса аналитик Workspace. Почему? Во-первых, у нас более 20 готовых видов визуализаций, которые можно там понастраивать. Мы сегодня покажем, как это делается. Практически с каждым релизом у нас выходит еще какое-то количество новых визуализаций. В этом году, я думаю, что мы до 30 добьем готовых. Ну плюс есть возможность делать свои визуализации за счет связки HTML, CSS, JS. На следующем слайде чуть-чуть покажу. И еще одна такая опция, которая вроде бы мелочь, но приятно. У нас две цветовые палитры, одна из них дизайн-палитра. То есть в самом начале разработки у нас шикарные дизайнеры напряглись и сделали визуальную палитру, которой, собственно, невозможно дашборд испортить. То есть куда бы мы там ни ткнули, цвета будут сочетаться. Это позволяет быстро сделать красивый дашборд, если не нужно оглядываться на брендбук. Если нужно оглядываться на брендбук, можно использовать любой цвет по коду на выбор. То есть у нас концепция, что по умолчанию красиво должно быть. Ее стараемся придерживаться. Я уже говорил на прошлом слайде, что у нас есть интеграция, ну, возможно, свои виджеты создавать. Мы интегрированы из коробки с eCharts, это библиотека, в которой там 400 плюс готовых визуализации. Но можно и другие библиотеки подключать. Выглядит это все. Картинка есть. Есть у нас примеры в комьюнити. То есть пишется HTML, CSS, JS. Если мы из eCharts, мы можем там скопернуть прям код. И в него интегрируются данные. И любую, по сути, визуализацию можно таким образом реализовать. С точки зрения развития платформы немножко расскажу. Здесь мы тоже стараемся довольно быстро бежать. У нас релизы каждый месяц-полтора выходят. Каждый квартал мы делаем. Обзор релиза в июле, примерно в середине, будет обзор. Вот в следующей трех, скорее всего, релизов расскажем, чем мы приросли. Сегодня, кстати, мы вот рассказываем в общем, да, обычно мы рассказываем прирост наш, но так как понятно, что не все знают, а что было до прироста, но мы вот решили все-таки рассказать полностью, что есть, чтобы вам потом, возможно, если вы придете на обзор релизов, было проще понять, чем мы приросли. У нас открытая карта развития продукта. Она помещена на сайте. В разделе «О нас» там можно посмотреть, куда мы движемся, какие у нас приоритеты на ближайшее время. Есть куда расти. Понятно, что российский BI, он в любом случае находится сейчас в позиции догоняющего. Ну, вот количество кейсов коммерческих, которые мы можем закрыть, оно постепенно разрастается. То есть большую часть внедрений мы можем уже закрыть. Имеется в виду большую часть замены, там, Power BI клик и того, можем закрыть. Но вот есть, конечно, нюансы, которые постепенно расширяются. Ну, за счет карты развития можете посмотреть, о чем речь. И всегда можно попробовать актуальную версию. У нас сейчас версия номер 20. Она доступна бесплатно. 14 дней можно пробовать. Внизу под презентацией есть кнопка регистрации. Это как раз наступил тот момент, когда я должен был сказать, что есть возможность зарегистрироваться, откроется в новой складке. Сейчас не регистрируйтесь. У нас бесшовная регистрация в демо-версию. То есть вам не звонит продавец, чтобы разрешить регистрироваться. Вы сразу регистрируетесь. Ну, потом, возможно, мы с вами-то и свяжемся. Уточнить, какую задачу хотите решить. Но вот регистрация 5 минут, и вы уже пользуетесь системой. По поводу обучения тоже огромное внимание. Мы уделяем вопросам обучения. Помимо демо-версии, где можно все смотреть, у нас есть раздел отдельный на сайте, который называется «Обучение». Там можно посмотреть полную документацию по системе. Любые кейсы, то есть как форматирование настроить в виджетах, как к источникам подключиться. То есть все-все вопросы, они там снимаются. Помимо этого, это когда желание самим снимать, но есть курс отдельный у нас обучающий. Он полноценный. То есть мы прямо ведем там по процессу обучения. Теория, практика. Теория, она общая для BI-курс. Так и называется система BI-аналитик. То есть там теория, она в целом безотносительная система, практика на аналитик-воркспейс. И мы, собственно, если вы еще не записаны, записывайтесь. 10 июля он стартует. Он полностью бесплатный. От простого к сложному мы обучаем. И плюс есть портал публичный с кейсами. Там расписываем конкретные сценарии использования аналитик-воркспейса. Например, как сделать свой HTML-виджет. Там вот красивый виджет ребята делают. Расписали, как они это делали, выложили. Можно за ними повторить, когда потребуется, собственно, использовать это. И есть сообщество в Телеграме. Там любые вопросы можно задавать. Ответят компетентно либо те, кто уже пользуется аналитик-воркспейс, либо наши сотрудники. Кнопка тоже внизу. Это вот второй момент, когда мне надо было сказать про кнопку. Присоединиться в комьюнити. Видите, вот ниже презентации есть вторая кнопка. Тоже со временем можете присоединяться. Помимо комьюнити, которая про аналитик-воркспейс, мы в самой BI-комьюнити тоже вкладываемся. Во-первых, у нас есть отдельный еще Телеграм-канал. Data-driven культура называется. Там мы про нас редко пишем. На мероприятия приглашаем. Но в основном там просто про рынок BI. Там обзор Гартнера был. Делали выдержки, что Гартнер, например, за что он там ругает, поургает тобой клик. Ну, или за что хвалит. Тоже можно все это смотреть, читать. У нас часто выходят эфиры с экспертами. Мы их на YouTube нашем располагаем. Тоже можно смотреть. И статьи выходят повсюду. На VC, например, есть большая подборка книг для дата-аналитиков с хорошей реакцией на эту статью. Ну, и там сами книги тоже хорошие подобраны. То есть пользуйтесь, смотрите. avbi.ru, здесь написан сайт. Это, собственно, наш короткий домен. Там ссылки на все ресурсы. Все, больше я к вопросам, где у нас можно почитать, не буду возвращаться. Вот запомните просто avbi.ru. Там все ссылки. Можно перейти на YouTube, на комьюнити, куда угодно. По поводу внедрения. Есть у нас кейсы с двух сторон. Когда внедрение происходит самостоятельно и когда с помощью интегратора. Самостоятельный сценарий тоже есть. Они сейчас, наверное, будут не так уж редки, потому что многие компании, они в рамках импорта замещения, они уже понимают, что им нужно. У них есть уже аналитики, которые умеют работать с behind. То есть у них вопрос поменять инструментарий. И там, в принципе, вариант, когда купили, развернули, попробовали, потом активировали, настроили. Все. Он как бы работает. Но если нужно подключить, скажем так, с внешней силой, то мы с помощью интеграторов, наших партнеров, у нас их 20 часов постоянно растет, можем любую боль, собственно, закрыть. Предпроектное обследование, помощь с выбором инфраструктуры, потому что вопрос инфраструктуры для биосистем, в принципе, всегда такой со звездочкой, сложный, потому что сложно прочитать заранее нагрузку, сложно понять объемы данных. Тогда вот интеграторы помогают нам с этим, ну и мы помогаем им. И внедрение под ключ. Основные партнеры наши представлены на сваде, но их больше, там на сайте все есть. Ну и открытая демоверсия, я уже сказал, там ссылка внизу есть. Просто начинайте пробовать после мероприятия. Я думаю, что вам в целом понравится. На этом мы презентационную часть заканчиваем. Хотелось немножко разбавить атмосферу и сделать переход к показу. Я вчера у российского миджорной, который называется Кандинский, спросил, как компания, которая внедряет российскую биосистему, и счастлива, какая картинка красиво нарисовалась. Таким счастливым можно стать, внедрив в том числе аналитику Workspace. Сейчас мы покажем, за счет чего это счастье, оно достигается. Я передаю слово Александру, он уже дальше продолжит по своей части, а я после подключусь к визуальной части. Саша, тебе слово. Да, продолжим. Так, сейчас я сделаю показ экрана. Все нормально, да? Пошло? Миша, помоги. Пошло, пошло, да, видно. Да, друзья, напоминаю, справа сверху есть кнопочка со стрелкой. Вот, можно расширить на полный экран и смотреть. Потому что здесь будет текст, будут всякие иконочки, петрограммки, чтобы не ломать глаза в маленьком окошечке. Пожалуйста, расширяйте и наслаждайтесь. Итак, я покажу все то, что связ... всю ту часть работ, которая приведет к созданию аналитической бизнес-таблицы. Все примеры, что у нас в интерфейсе, какие есть возможности. Вот, Михаил потом продолжит, и он покажет, вот, начиная с того, что таблица аналитическая готова, и как визуализировать данные из этой таблицы, он все это покажет. Итак, в аналитической workspace все начинается с так называемых источников данных. Это первая вкладка. Источники данных предназначены для того, чтобы создать соединение, описать соединение, откуда аналитическая workspace будет брать исходные строки. Итак, вот у меня одна запись здесь уже есть. Вот, например, я сейчас быстренько набросаю такой примерчик, не очень смысловой, но все основные операции мы увидим. Это у нас PostgreSQL. Вот мы здесь при создании источников данных мы выбираем, какой тип. Основные типы у нас есть. Веб-сервисы, файлы, СУБД. Есть отдельное место, где можно добавлять свои GDBC-коннекторы, и этот список можно расширить. Кассандра, Hive, еще какие-то СУБД различные. Но по умолчанию у нас вот такой вот список. Здесь для каждого источника у нас сдаются определенные параметры, которые нужно ввести для того, чтобы подключиться к нему. Есть типы соединений, есть еще защищенные и так далее. Здесь настраивается у нас, как Analytics for Space сможет с этим источником работать. Часто бывает так, что есть какая-то рабочая система, в которой нельзя часто обращаться. То есть, ну там, определенные периоды времени у нас выполняются... она под очень сильной польской нагрузкой, и мы Analytics for Space оттуда данные не должны забирать. Ни в каком виде. Ни для подсчета каких-то статистик, ни для предпросмотров и так далее. Вот здесь можно раздать квоты. То есть, ну, например, сейчас описана ситуация, когда у нас к этому источнику мы... Analytics for Space может обращаться не более трех раз в течение шести часов. Ну, вот так вот ограничили. Также мне понадобится второй источник данных. Давайте мы его сейчас добавим. Это у нас будет файл. Файл. Вот файл. Назовем его Market и его закинем. Так, мой файл где-то здесь. Вот, файлик мы закинули. Это будет пример. Сейчас я вам буду показывать. У нас есть какие-то заказы. У них стройки этих заказов. И у нас есть еще данные с Marketplace, которого с отчетом, как там что-то продавалось. Вот я сейчас покажу, как вот эти два разнородных набора данных мы соединим в одну большую таблицу. Вот, при работе с файлами у нас, помимо того, что вот я просто файл закинул, я могу еще указать определенное количество параметров, как мне обработать, как мне работать с этими файлами. Параметры нужны, потому что файлы, они в текстовом виде лежат. Эти текстовый вид, соответственно, ну, CSV файлы, кто знает, там, например, у нас могут быть кодировки совершенно интересные. У нас могут быть разделители хитрые. Вот, и я воспользуюсь возможностью для того, чтобы показать, где у нас на сайте есть документация. То есть многие вещи мы сейчас просто будем говорить. Здесь не будем останавливаться. Здесь не будем останавливаться. Вы всегда можете вернуться и посмотреть, как с этим работа происходит. Значит, в нашем сайте Analytics for Space есть раздел обучения. У нас есть здесь документация. Вот, и в документации вы можете почитать, что у нас вообще есть. Но если мы вернемся к работе с файлами-источниками, то есть вот у нас есть файлы, например, и различные параметры здесь можно указывать. То есть для чтения файлов я могу задать свою кодировку, задать свои, сколько срок мне нужно из этого файла пропустить, либо если Excel-файл, где у меня строка с заголовком находится, она не всегда на первой строчке присутствует и так далее. Вот, ну, здесь у меня все параметры добавляются здесь, здесь описываются. Ну, обычно, в обычных вариантах этот пластик не нужно пользоваться. Итак, вот у меня источник, я добавил. Так, не то. Ага, надо удавить. Вот, источник добавил. Здесь же я могу посмотреть, что у меня там внутри находится. То есть вот мой файл, Excel-файл, каждый лист представлен в виде отдельного, ну, там листы. Здесь мы как бы отдельные таблицы смотрим, и вот там какие-то данные лежат. Вот, в sub-bd, которые PostgreSQL мне понадобятся, здесь тоже мы вот видим схему, и здесь тоже предпросмотр данных я могу увидеть, как у меня все, с какими типами у меня будут данные доступны. Далее, идем в модель. Теперь я отсюдаю, это у нас раздел называется модели. И модель, это как раз здесь описываются правила, как у меня мои данные из источников должны соединиться, вот, чтобы получить вот одну большую аналитическую таблицу. Мы называем это все вот правила описания, способ соединения данных с такими моделями. Вот давайте добавим модель, назовем ее заказы. Заказы. Я заранее знаю, что у меня понадобятся два источника. Я выбираю, у меня есть market и моя sub-bd. Я добавляю. Сейчас я буду из этих источников забирать какие-то таблицы и складывать их в область настройки самой модели. Давайте начнем с заголовков заказов. Быстренько поищу. Да, вот они, orders. Я к себе драгон-дропом складываю. Значит, когда таблица оказывается здесь, она, на ее, вот, после этого можно, в принципе, вот сейчас я закинул драгон-дропом одну табличку, можно уже считать, что я уже построил некую антишку таблицу. Она, правда, вырожденная, она состоит всего из одной реальной таблицы, но для нас, для нашего случая, мы этим продолжим чуть-чуть попозже составлять общую модель. А пока пройдемся по интерфейсу. Итак, это уже, мы сказали, что это у нас таблица, место, куда мы будем складывать источники данных и их соединять. Ниже находится режим предпросмотра. То есть это как раз то место, где я могу увидеть, какие данные примерно у меня будут после того, как я составлю общую свою модель. Почему я говорю примерно? Потому что, как мы уже сказали, вот эта таблица orders, она может занимать очень-очень-очень много места. То есть там, например, за несколько лет там может накопиться и сотни тысяч записей, и миллионы записей. И для того, чтобы не блокировать интерфейс в процессе работы системы и в то же время дать пользователю возможность увидеть, как примерно будут выглядеть данные, вот здесь окошко предпросмотра. Здесь вы можете увидеть не все записи, которые в таблице orders есть, но примерный вид, то есть список столбцов, как Analytics for Space видит вот текущую составленную модель, вот они здесь все перечислены, и какие примерно данные, то есть где у нас будут находиться даты, где там идентификаторы, вы уже можете оценить. Далее. К этой таблице, например, я могу сейчас добавлять определенные вычислимые поля. Вычислимые поля — это просто уже как составленные, соединенные большой античной таблицы, я могу какое-то количество столбцов еще дополнительно добавить. Значит, эти вычисленные поля нужны для того, чтобы, например, вот у нас есть случай, где фамилия, имя, отчество записаны в одном поле, или наоборот в трех полях, а мне нужно соединить в одно и представить в итоговой витрине как вот одно просто поле. Поэтому я могу здесь использовать, добавить вычислимое поле и, применяя какие-то SQL-операции, вытащить, либо наоборот соединить фамилии, имя, отчество из моих исходных данных. Давайте я такое очень простое поле добавлю, которое просто будет выводить целое случайное число от единицы до... От нуля до 100. Здесь можно любое SQL-выражение прописывать, можно поля другие указать, но я пока так сделала. Я выбираю, какое у меня должно быть. У меня получится целое число. Плюс здесь же я могу задать, если я с этим полем работаю во всех визуализациях одинаково, я могу сказать, что у меня вот сразу базовый цвет для этого поля. Если у меня в этом поле будет находиться справочник, я могу сразу отметить, что здесь у меня будут справочные данные. Справочные данные отличаются от обычных тем, что это категориальные так называемые данные. То есть у меня не просто хранятся там какие-то строки, а этих строк определенное количество и все их уникальные значения из этого столбца я могу рассматривать как некий справочник. Например, регионы России у меня будет везде там расписано. Московская область, Татарстан, Ростовская область и так далее. Очень-очень много данных, но их уникальный набор – это будет как расправочник определенное количество. Можно сказать, что он будет являться ссылкой, это поле. Но мне пока ничего не надо. Это уже в документации можно оценить, как это будет выглядеть. И вот у меня добавится сейчас поле. Вот это случайное значение здесь прописано. Рандомно изменировал. Такие же параметры у меня можно настроить для обычных полей, не только вычислимых. То есть я тоже здесь могу посмотреть, как у меня выглядит метадан на этом поле. И также здесь параметрами я могу сказать, какие у меня столбцы будут являться справочниками. Здесь же я могу настраивать так называемые иерархии. Иерархии – это я заранее могу помочь тем… Если я точно знаю, что у меня два каких-то поля могут выступать в виде родителей, парен… Ну, не парен, а как бы сразу объявить правила группировки. То есть я, например, могу сказать, что у меня есть кастомер ID, и под ним ему принадлежат уже сами заказы, ордер ID. Да, я могу сразу сказать, что вот у меня в моей модели данных может присутствовать и такие иерархии. Эти иерархии потом помогут для построения визуализаций, в которых вот эта иерархичность может соблюдаться. Давайте одну иерархию добавим. Назовем ее Q. Вот, и здесь я скажу, что у меня есть, например, есть кастомер ID, и под ним лежат ордер ID. Вот таким вот образом. Вот, у меня сейчас иерархия будет создана. Вот здесь я могу предпосмотр посмотреть, как у меня будет выглядеть. То есть это у меня вот единификаторы кастомеров. И если я раскрываю, там сейчас у меня здесь через некоторое время все предпосмотр срабатывает. Вот у меня здесь собственные единификаторы заказов. Здесь все в целых числах, но, понятно, в реальных случаях здесь будет выглядеть, например, кастомер нейм и внутри ордер нейм. Вот, и здесь будут уже такие более реальные варианты использоваться. Но сейчас пока вот таким вот образом иерархию мы можем создать. Далее у нас есть еще иерархии, которые работают с датами. Очень часто, например, у меня есть ордер ID, и мне нужно создать такую иерархию, в которой будут года, месяцы и дни. То есть я вот таким вот образом... Я потом работать с этими заказами буду таким, чтобы я посмотрю, как у меня там ситуация по годам была, потом отдельно внутри по месяцам и по дням, если нужно. Я могу здесь же добавить эту иерархию. Вот для этого поля у нас специально для тех полей с типами дата. Потом у нас появляется кнопка создать иерархию. Я здесь могу указать, что в моей иерархии, как будет называться А, я вытаскиваю года, месяцы и дни. Могу полгодия, квартал, но неважно. Вот создадим теперь такую иерархию. Вот, предпросмотр сработал. И мы здесь видим, вот если вы видите здесь customer ID, order ID, вот у нас специальное обозначение, что вот эти два поля, они еще создают свой уровень такой семантической иерархичности. И вот еще отдельно у нас добавились поля год, месяц, день, где даты из order date у нас разбились уже по дням. В целом, все, что здесь происходит, оно, вот эта иерархия по датам, она создает свои вычислимые поля. То есть, вот вы можете посмотреть, вот есть поле год. Так же, как я вот добавлял поле с рандомными значениями, у меня здесь добавилось поле год. И вот здесь видно, что здесь выполнилась ER, это стандартная SQL-операция, которая вытаскивает из order date год. Редактировать. Здесь months вытаскивает, здесь вы видите значение. В целом, то же самое, что я с иерархиями по годам, по датам я мог бы сделать, добавить триполе, прям так называть год, месяц и день, и такие же выражения написать, и потом сверху этого добавить обычную иерархию, как я делал с customer ID и order ID. У меня бы то же самое все получилось. Здесь система нам помогла, поскольку операция очень частая, разбиение дат на вот такие компоненты. И можем одним кликом это все делать. Давайте дальше пойдем. Вот у нас есть orders. Давайте я сейчас выполню соединение с другой таблицей. Order details. Я перетаскиваю, то есть я хочу видеть не просто мои заказы, а еще расшифровку этих заказов. Вот я сюда закидываю. Система закинула, собственно, на нашу канву, где мы собираем общую модель, сам order details, и при этом еще вытащила соединение между этими таблицами. Это произошло, потому что у меня в моей исходной базе данных как раз хранится, так называемый, ну, PostgresQL, там хранится relation, который описывает, что у меня это таблица orders, есть внешний ключ на таблицу order details, и вот они вот так вот могут быть связаны. И после такой операции мы как раз, вот в самом начале я говорил, два основных типа соединения, когда мы приставляем справа таблицы, либо когда снизу строки таблицы приставляем. Вот здесь мы сейчас выполнили операцию приставляния справа таблицы. Это можно заметить в описании столбцов. У нас количество столбцов расширилось. То есть у нас здесь добавились не только столбцы из таблицы orders. Вот мы здесь видим в свидании таблицы, то есть откуда к нам этот показатель пришел. Но и еще появилась таблица order details. Ну и, собственно, в самой таблице мы видим, что у нас вот здесь вот таким вот образом расширилось. Такая операция, она, надо понимать, она приводит к денормализации данных. Денормализация данных – это когда вот у нас, если раньше был всего один идентификатор доказа 57-18, то теперь их стало много. Это как раз та самая вещь, которая необходима для того, чтобы создать одну большую аналитическую таблицу. Вот у нас после такой операции у нас количество срок резко выросло. Вот, но мы продолжим сейчас забирать. Здесь я хочу добавить еще связь с данными по продажам. Вот, данные продажи у меня обрались из файлика. Из файлика я сейчас выполню операцию join. У меня там отдельно лежат, например, по Казани и по Санкт-Петербургу данные. Я их сейчас отдельно возьму, но их соединю в строке сверху вниз, чтобы у меня сначала данные из Казани шли, потом из Санкт-Петербурга. Для этого у нас есть операция union. Вот, у нас здесь появляется вот такая панелька. Назовем market. Сюда закинем таблицу Казань. Санкт-Петербург. И после этого давайте их свяжем, добавим join. Из моей основной order details я вот установлю связь на, ну, куда-нибудь сюда. То есть не знаю. При установке связи я могу, соответственно, указывать, как у меня должно выглядеть это соединение. То есть это либо inner join, так называемый, то есть ключи из этих разных мест должны совпадать, либо left join, right join. Ну, кто знаком с этим, он сможет сделать, например, как-то так создать. Вот, у меня после этого появилась вот такая вот связка. То есть здесь видно, что у меня есть union, который соединил два набора данных. И они еще... Да, и они соединены еще join между собой. Далее давайте посмотрим на... Есть понятие инкрементальной загрузки. Здесь я могу настроить, как у меня данные будут соединяться... Как у меня данные будут загружаться из источника. Всегда по умолчанию мы всегда при добавлении таблицы на нашу канву, мы всегда забираем все данные полностью из этой таблицы. Это всегда безопасно с точки зрения получения данных в конечной таблице, потому что мы всегда как бы с нуля начинаем вот эту сборку нашей античной таблицы. Иногда бывает так, что исходные таблицы являются крайне очень большими, и из них данные забирать сложно все. Ну, там, когда измеряются сотнями миллионов записей в исходной таблице, операция не всегда оправдана. Иногда... Извини, что перебью вопрос, как раз поступил про инкрементальную загрузку и забирать данные из таблицы с одним миллиардом строк. Да, вот я как раз сейчас рассказываю. Значит, у нас есть... Вот здесь у нас все развернутые таблички, которые есть. Они собираются так называемые фрагменты, и эти фрагменты можно по частям забирать. То есть я могу сказать, что у меня, например, ордеры details будут забираться вот такими строчками. После того, как я хочу это сделать, вот я здесь вижу мой ордер details, я к нему должен указать определенные правила, как система должна понимать, что в той исходной таблице добавились данные, либо они удалились, либо изменились. Мы работаем с внешними системами, как с черным ящиком, доступа к их в логу, ну, так называемый логу транзакций практически никогда нет. Мы должны, аналитик в спейт, должен сам понять, что там изменилось, там где-то в том миллиарде записей для того, чтобы оттуда что-то забрать. Сейчас у нас реализованы пока две стратегии вот такого понимания, что же там изменилось. В целом я останавливаться на полях не буду. Я просто хочу сказать, что инкрементальная загрузка может не применима не ко всем таблицам в исходных баз данных, но в ряде случаев, когда у нас есть либо так называемый лог изменений, то есть иногда часто бывает, что при записи в исходной таблице у нас еще есть некий лог, в который выводятся операции. Это как бы отдельная таблица, лежащая в той же СУБД, и мы из этого лога можем, в принципе, забрать определенным SQL, написанным по определенным правилам. Это все в документации можно посмотреть, как это пишется. Я могу понять из того лога, как у меня изменились в исходной моей таблице. Либо же, если у меня есть в исходной таблице определенные поля, где я вижу инкрементальный ключ, то есть, например, там есть отсечка дата создания, дата изменения, и у меня есть первичный ключ, по которому я четко и могу инфицировать запись, и у меня есть поля, в которых там, скажем, удалена запись, либо не удалена, проставлен признак, то это тоже допустимо для того, чтобы организовать инкрементальную загрузку. В общем, возможность есть, но надо понимать, что это отдельная такая джедайская техника для того, чтобы настроить вот такую загрузку, потому что это по умолчанию со всеми таблицами это не работает. Особенно с миллиардными записями. Надо понимать, что вот миллиард записей лежит, у нас в аналитической таблице миллиард записей лежит в исходной базе данных, и как бы сравнить эти два миллиарда, чтобы понять, что здесь изменилось, а здесь не изменилось, ну, 100 миллиардов в квадрате, можно представить, сколько операций по парному сравнению строк, если просто вот в общем случае. Это очень тяжелая операция, поэтому нужны определенные настройки для того, чтобы аналитико-фрейс сказать, что для сравнения нужно использовать там что-то, что-то. Вот две стратегии есть у нас, можем добавлять еще такие стратегии, но в целом, как бы, возможность такая есть. Давайте пойдем дальше. Вот после того, как я писал, посмотрел, что у меня все, табличка моя нормально соединилась, там все данные есть, я могу инициировать загрузку данных по нажатию «Сгрузить данные в хранилище». Это у меня такая однократная операция для того, чтобы вот все, что я здесь сейчас описал, оно начало загружаться. Также я могу поставить на расписание для того, чтобы показать, как работать с расписанием. Давайте я другую модельку открою сейчас. Вот в соседней вкладке. Вот откроем сейчас другую модель. Она будет у нас называться… Вот это уже реальная модель, она 300 миллионов записей у нас лежит в базе данных по этой модели. Здесь можно увидеть, что у нас есть сложные какие-то записи. Тут у нас, как вы можете видеть, не только розовенькие записи, которые мы как таблицами перетащили из источников. У нас есть еще синие и зеленые. Но еще такое синее. Синие у нас есть возможность писать к источникам данных исколь запросы. То есть вы можете забрать не просто таблицу, например, там вот, там случишь, там таблица. Таблица сценарии. Ну, нет. Какая-то таблица, дефолт. Ну, неважно. То есть есть какая-то таблица. Мы забираем оттуда данные. Мы здесь можем указать, что я не просто таблицу как таковую беру, а я пишу к ней исколь запрос. Такое часто бывает, когда таблица в исходных с ОБД хранится. Вот мои заказы синхронизировались. Снова не будем к ним возвращаться. Не совсем в удобном виде хранятся данные. То есть я могу дописать какие-то расчеты, могу там что-то, какие-то фильтры поставить хитрые, могу преобразовать там название месяцев в числа, либо еще что-то, в даты, либо еще что-то. Я могу написать исколь запрос. И он станет вот таким вот синим. Исколь запросы у нас пишутся к любому объекту. Вы можете как в СУБД написать запрос. И перед получением данных этот запрос выполнится в СУБД. И в Analytics Off-Space уже придут в соответствии с вашим текстом SQL строчки. Я могу написать даже запрос к файлам. Этот запрос выполнен с надфайлами. То есть у нас можно джонить листы Excel между собой, чтобы что-то получить как раз с SQL запросом. И плюс еще у нас вот здесь есть зелененькие записи, зелененькие квадратики. Это ранее построенные модели. То есть я могу организовать работу с моими данными, иерархически. То есть я какие-то модели описал, что вот у меня есть две моих модели, которые ранее описаны. Они лежат где-то вот здесь тоже. Вот они вот здесь вот есть. Где-то здесь эти две модели есть. И я их включаю в модели следующего уровня, как такие под витрины. Я с ними могу работать так же, как со всеми другими источниками данных. Тоже писать в нем с коль запросы и так далее. Неважно. Но вот таким вот образом я могу организовать мою структуру хранения. И давайте далее пойдем. Если вот этих вот соединений, union, join, там разнообразных нам не хватает, я всегда могу докастомизировать все, что мне нужно. У нас есть называемый редактор SQL. Вот он спрятан здесь справа сверху под значком с звездочкой. Здесь пишутся дополнительные правила работы с данными. Углубляться сейчас не буду, потому что здесь уже птичий язык. Скажу на питоне с использованием Spark API. Я могу добавить определенные операции, определенные действия после того, как я уже получил. Либо до такого, как я получил данные из источника, либо после того, как я получил. Здесь можно писать, здесь можно определенные дозапросы выполнить, дописать, дополнить данные, хитро размножить и так далее. То есть здесь вот все дальше пишется. Останавливаться не будем. Всегда можете получить кнопочку документации. Здесь у нас все API, примеры, интерфейсы. Здесь можете ознакомиться. Вторая вещь, вторая пиктограммка, которая будет вам полезна, это называется посмотреть загрузку в Airflow. Это как раз тот оркестратор, который отвечает за то, чтобы вот эта вся красота собралась в единую большую таблицу. Значит, мы открываем Airflow. Здесь у нас открывается стандартный интерфейс. Кто работал с Airflow, он знает. Но для тех, кто, в принципе, редко с этим умеет дело, здесь интересно является, что здесь можно увидеть граф, как у меня будут собираться мои данные. То есть вот вся вот эта структура, она будет вот по таким вот правилам соединена. Здесь есть параллельные. То, что может параллельно, например, выгрузка данных из разных мест может параллельно выполняться. И вот они параллельно здесь описаны. Что-то у нас выполняется последовательно. Например, мы сначала должны... В параллеле мы все выгружаем, потом последовательно мы должны соединить и дальше выгрузить в ClickHouse. Ну, собственно, вот такой граф операций. Также здесь будет полезно посмотреть на историю загрузок. Вот мы видим, у нас было 4 загрузки этой модели. Эта модель у нас один раз отвалилась. Слава богу, что не последний раз. Иногда бывает последний раз. Ну, в последнем столбце мы видим красное. Соответственно, мы здесь ищем, ищем, на каком шаге у нас, что было не так. Здесь можем провалиться. Кнопочка логов. И почитать. Здесь уже технический лог. Но в целом здесь есть места, где написано, почему что-то могло пойти не так. Со временем работы системы можно уже... Как бы изначально выглядеть, может быть, не так. Как бы по-человечески. Но для дата-инженеров, то есть тех людей, которые именно копаются в данных и понимают, как это все устроено, здесь все достаточно информации есть. Собственно, вот здесь же можно посмотреть, если нужна оптимизация, таблицу Ганта. Ну, вот это очень большая модель. Здесь вот как раз 300 миллионов загружалось. Давайте я вам таблицу с Гантом покажу. Вот здесь. Здесь тоже Airflow. Открылась. Мы видим, вот наша загрузка прошла идеально. И можем посмотреть, пооптимизировать. В частности, мы здесь видим все шаги, которые у нас были. То есть загрузка из ордера Tails, загрузка из ордеров и так далее. Здесь видим время выполнения каждого шага. Сколько времени задача провисела в очереди. То есть там называемая очередь, в которой ставится это Airflow-овская. Queue it. Ну, буквально там полторы секунды она в очереди висела. И потом за 0,9 секунд еще выполнилась. И вот самое сложное, самое долгое, 28 секунд. Это у нас как раз была трансформация, то есть соединение вот этого всего в большую таблицу. Иногда часто бывает, что у нас долгие операции именно выгрузки. И когда что-то модель начинает плохо работать, мы всегда можем туда зайти и посмотреть, какой шагов тормозит. Да, то есть может быть какая-то СОБД сторонняя начинает очень медленно давать данные под нагрузкой. Например, она сама работает, а тут мы еще туда ходим с какими-то вопросами мнения. И вот она может... Это все можно здесь увидеть. Собственно, это у нас Airflow. И давайте посмотрим третью вкладочку. Это называется настройки. В вкладочке настройки мы настраиваем четыре вещи. Первое — это пользователи. То есть мы указываем, какие пользователи по отдельности у меня могут иметь доступ к этой модели. То есть модель у меня изначально, я как владелец, я только с ней работаю. Я могу только на ней строить витрины данных. Все виджеты, которые попытаются забрать данные из этой модели, не получат их, потому что владелец только я. Но здесь я могу отдельно добавить еще определенное количество... Да, вот я могу по имени пользователя найти этого человека. Также у нас есть, так называемые, группы пользователей. Это люди, которые те же самые пользуются, только соединены в какие-то группы ролевые. Вот. И я могу... Например, вот здесь мы видим, что есть у нас группа службы поддержки. Здесь все наши ребята, которые оказывают поддержку пользователям, отвечают на вопросы. В частности, вот эта модель. К ней был доступ... Дан доступ на просмотр. Расслужив поддержки, видимо, по ней был какой-то вопрос по этой модели. Мы часто спрашиваем, и если вы в комьюнити нам напишите, мы скажем, дайте, пожалуйста, доступ к этой модели для групп, пользователей службы поддержки. Это, собственно, вот здесь и выполняется. То есть вы заходите. Служба поддержки. Ну, она уже добавлена, больше не найдена. Вот. И вот здесь мы даем на просмотр. И тогда уже мы, как наши сотрудники, могут зайти. Эти группы настраиваются администратором. То есть здесь могут быть совершенно разные группы соединены, поэтому без разницы. И самый интересный момент – это правила доступа. Здесь мы описываем, как у нас... Вот тут самая баг, то есть атрибутивный доступ к записи модели. Как мы организуем доступ к самим записям. Напомню, что такое баг. Предложен у нас есть список пользователей, у которых для каждого пользователя есть атрибут, например, отдел этого пользователя. Ну, идентификатор отдела, либо название этого отдела, ну, если мы какую-то большую организацию берем. И есть еще модель, в которой разработчик этой модели явным образом отделы выписал как столбец. И, соответственно, здесь я могу настроить, что у меня отдел из характеристик пользователя и отдел из самих данных моделей соответствуют друг другу. То есть здесь я как раз указываю. То есть вот у меня есть поле модели. Я говорю, что у меня что-нибудь. ИД-организация должна быть равно... Это AV-демо, здесь не совсем поляро настроено, не знаю, краткое номинование LPU. И, соответственно, тот пользователь, который получит доступ к данным этой модели, по нему поймется... Покажутся только те записи, которые по ИД-организации будут соответствовать его характеристике кода LPU. Таким образом, мы можем собрать очень большую модель данных, но пользователи все равно будут к ней иметь доступ, но не увидят только, условно говоря, свои записи. Условий может быть несколько. И также я могу организовать доступ к столбцам. Например, возьмем те же организации. У нас есть какой-то дашборд, где только сотрудники моего подразделения могут видеть данные по моему подразделению, но там есть столбец зарплата, и этот столбец, то есть этот показатель должен видеть только директор. Поэтому я здесь могу создать группу условий. То есть я говорю, что у меня столбец, например, продажи план. Выглядит должность, содержит директор. Директор-руководитель. То есть у меня будет полиции, у которых будет должность, там руководитель отдела разработки, она видите, CoreSpace. Вот, и если там слово «руководитель встретилось», то у меня вот этот план продажи увидит. Могу добавить условия, например, или «должность заместителя руководителя». В целом, отдельный большой вопрос. Вот я сейчас выбираю, там должность, руководитель пишу. Отдельный вопрос, как настраиваются вот эти все связки. Останавливаться сейчас не будем, есть документации. Может быть, если много вопросов будет, мы отдельно посвятим этому отдельный запрос. Но это все настраиваемое. То есть мы указываем, какие атрибуты пользователям соответствуют. И давайте перейдем к планировщику. Я до этого нажимал кнопку «Запустить модель загрузки». Я могу делегировать это внутреннему планировщику. Я могу указать, что, например, планирование остановится на основе времени. То есть я указываю, в какие дни недели, в какое время, например, в три ночи у меня будет это дело запускаться. Все указано. Обновление модели на встроенное прописание к недельно-вторных средам в три ночи. Могу сделать… Это мышекликательный интерфейс, но могу сделать более такой продвинутый. Называется крон-строка. В крон-строке я могу указать, например, более серьезные правила. Ну, кто знает крон-строки, тот не знает, понимает, о чем это речь. Кто не знает, время познакомиться, потому что вещь хорошая. Я, например, хочу в 13, 14, 15, ну, или там в 9 утра сделать загрузку, в 13 и в 18. Вот такими компонентами пишется. И вот у меня здесь обновление настроено в 9, 13, 18 каждого дня. У меня моделька будет обновляться. Также у меня я могу настроить обновление на основе задач. То есть это когда на случай, когда у нас одни модели включены в другие модели, я могу указать, что вот мне нужно текущую витрину моей текущей модели пересобрать, когда у меня будет обновлена вот эта вот модель. То есть та модель, напоминаю, что вот эта моделька, которая называется кругом у партнера, она включена сюда, внутрь. То есть это у меня такая цепочка создания моделей. И для того, чтобы не настраивать расписание, подгадывать, там, это успеет собраться та модель. И после этого мне нужно мою, но там два часа, поэтому я заложу там через два часа. Чтобы такие расписания не заморачиваться, я могу всегда указать, что у меня моя модель собирается после того, как, сразу после того, как у меня соберется данные для другой модели. Собственно, я очень много времени потратил, прошу прощения. Мне, наверное, пора завершаться с подготовкой данных. Но вариантов очень много, и там еще есть куда погружаться. Поэтому передаю слово обратно. Прошу прощения за долго сразу. Саша, спасибо. Да, я с удовольствием тоже слушаю, как ты рассказываешь. Теперь, так, ты завершил. Вот счастливая компания снова на экране. Я теперь покажу экран. Мы представим ситуацию. Вот произошло подключение к источникам, настройка модели. И теперь нам нужно с этими данными, собственно, красоту какую-то наводить, анализировать их. Сейчас расшарю экран и покажу, как происходит визуализация. Визуализация данных. Кажется, про визуализацию данных. Так, тут режим такой, что я не понимаю, начал ли я показывать или нет. Саша, скажи, пошла? Да, да, все пошло, все хорошо. Хорошо, я буду от обратного немножко. У нас, напомню немножко про интерфейс. Кстати, все, что мы сейчас показываем, оно показывается на AVDM. То есть, то место, куда отправляет кнопка под презентацию, это вот она. Это система, там можно совершенно бесплатно зарегистрироваться. Абсолютно то же самое делать. Функциональных ограничений нет, ну, кроме каких-то объемных ограничений, только они у нас на странице на сайте прописаны. Мой коллега, разработчик, да, создал, например, источник, подключился к источникам, создал модели. Дальше подключается специалист-аналитик. Ну, разработчик может это тоже продолжить, но может подключиться специалист-аналитик. Почему специалист-аналитик? Потому что его лицензия, она стоит дешевле. Нет нужды покупать разработчика для того, чтобы настраивать виджеты и дашборды. Да, если разработчик настроит модель, дальше аналитик может подхватить. Что может делать аналитик? Он может делать кирпичики, виджеты, из которых будут состоять информационные панели в народе дашборда. Я сейчас немножко от обратного хочу показать. Я хочу от дашборда перейти к виджетам. Например, по интерфейсу я вижу информационные панели, которые мне доступны. Здесь я могу поиграться с фильтрами, посмотреть только мои, либо авторов конкретных выбрать, чьи информационные панели мне доступны, либо по датам посортировать, ну, либо по названию. Могу смотреть, если их очень много, могу в виде списка посмотреть, но это не очень наглядно, поэтому мне, например, в виде миниатюр обычно находится все быстрее. Например, я захожу в информационную панель анализ показателей продаж. Постепенно загружается. Мапочку с крылкой, что. Анализ показателей продаж. Это информационная панель. Мне, например, поступила задача что-то здесь поменять. Что здесь есть? Давайте просто пройдемся немножко. Я по информационным панелям с точки зрения режима просмотра тоже немножко пройду сейчас. Ну, во-первых, я ее могу развернуть пошире и посмотреть. Здесь есть панель фильтров. Фильтр мы тоже сами размещаем на эту информационную панель. Дальше покажу, где это происходит. И виджеты, которые на них ее вынесены. Используется здесь наша стандартная цветовая панель. Цветовая гамма, которая, то, про что я говорил, да, красивая из коробки, когда цвета подобраны так, что сложно испортить. Они немножко такие пастельные, но вот обычно приятно выглядят. Могу попереключаться по вкладкам. Посмотреть, что есть. Из коробки легко и быстро там надо настраиваться дрилда. Ну, например, я смотрю вкладку «Ключевые показатели». У меня есть определенный сценарий. Вклад клиентов в объем прибыли. Я вижу клиентов. Вижу, что это дриловидная диаграмма. Вижу, что джинсмак, мой клиент, он внес наибольший вклад в объем прибыли. Я проваливаюсь глубже, смотрю по категориям товаров. Какие категории товаров, собственно, на этот вклад сделали. Мужская обувь и так далее. Смотрим мужскую обувь. Здесь уже конкретные подкатегории, конкретные товары, туфли и так далее. Здесь же я могу, например, взять и чуть пошире сделать фильтрацию, сортировку. Если фильтрацию, например, взять и задать, что описание товара содержит, что тут туфли, да, и вот уже только туфли, я перестроится только на туфли. Вот там видно сзади, что просто не хочу закрывать, хочу сбросить, да, но там количество категорий стало меньше. И все остальные виджеты, они автоматически пересчитываются, но исходя из тех действий, которые мы выполняем с информационными панелями. То есть если я потом куда-то провалился, то все остальное тоже пересчитывается. Да, вот я сейчас по категориям товаров, джинс, мак, вижу общую выручку на трендах, общую прибыль. Например, я хочу с этим виджетом какие-то, не нравится мне древовидная карта, хочу поменять вид. Я перехожу в режим редактирования дашборда, ну, либо вопрос даже стоит шире, не мне не нравится, а руководство сказало, что древовидная карта не очень. Вот я в режиме редактирования дашборда. Здесь, по сути, у нас представлена некая панель, на которую мы все размещаем. Из того, что все, это что, да, вот, во-первых, мы можем размещать фильтры, добавлять их в нужном количестве и размещать в нужном месте. Здесь мы выбрали размещение горизонтальное. Фильтры бывают разные, ну, то есть они там, если говорить по типу, это список, множественный выбор, календарь, двойной календарь, ползунки и поле ввода. Можно разные фильтры задать, и в зависимости от того, какой фильтр мы создали, да, его там в нужном месте красиво разместить. И здесь же размещаются виджеты, которые для меня доступны. Из интересных фишек в данной части, когда я размещаю виджеты, которые относятся к одной модели, то они у меня по умолчанию между собой связаны. То есть нам не нужно никаких дополнительных манипуляций с виджетами делать. Если я выбираю что-то на одном виджете, да, оно автоматически, эти связи перестраиваются в зависимости от моего выбора на других виджетах. Но бывают ситуации, когда нам нужно на одну информационную панель разместить виджеты из разных моделей. Это тоже возможно, то есть я могу найти здесь виджеты из других моделей, и когда я их размещу здесь, перейти к настройкам связи. Ну, то есть здесь я выбираю там поля из разных моделей, ну, у меня сейчас просто поля из одной модели, я так для примера покажу, как это работает. Ну, например, выбираю там одни из одного виджета, одно поле из другого виджета, другое. Точнее, два разных виджета, да, и добавляю между ними связи. Я говорю, что эти виджеты между собой связаны по ID заказа. Могу там еще по каким-то связям добавить. И после этого у меня взаимная фильтрация виджетов, которые относятся к разным моделям, тоже начинает срабатывать. Это очень удобно, когда нам не нужно, ну, когда виджеты к разным моделям относятся, но нам все-таки их надо в рамках одной информационной панели связано показать. Так, ну, возвращаемся к нашему примеру. У меня поступила задача поменять, ну, вот виджет, вкладка клиентов в объем прибыли, его сделать, например, бубликом. Да, это вот. Я перехожу к редактированию виджета. Здесь на чем хочу сделать акцент. Вот наши 20 видов визуализации, которые у нас сейчас есть. Есть плоские таблицы, есть сводные таблицы. К сводной таблице я тоже чуть-чуть позже вернусь. Разного вида диаграммы, столбчатые либо столбчатые накопления. То же самое с горизонтальными. Радар есть, есть линейный график, там возможность совмещать в рамках линейного графика несколько на одном. Есть комбинированная диаграмма, когда и гистограмма, и график тоже горизонтальная либо вертикальная. Круговая диаграмма, кольцевая диаграмма, его я и назвал пончиком, мы сейчас к нему перейдем. Полярная диаграмма, пузырьковая. Древовидная карта – это то, что мы сейчас наблюдаем с вами, когда в зависимости от размера прямоугольника и, возможно, его цвет, они показывают вклад того или иного агрегата в общее дело. Тепловая карта, обычная карта, карта, ну, сейчас у нас там карта России поддерживается, и плиточная карта тоже на виде карты России. И тренд. В некоторых системах его еще KPI называют. Вот, ну, из нестандартных, точнее, любых виджетов, это вот HTML виджет мы можем создать, тоже к нему чуть-чуть попозже перейду, просто так обозначить, что можно сделать с HTML. Но вернемся к нашему сценарию. Я хочу древовидную карту заменить на кольцевую диаграмму. Во-первых, я что могу, ну, просто переключиться на вид, да, вот она, наша кольцевая диаграмма. Выглядит, ну, так себе, да, вот довольно много клиентов наших сделали вклад в общее дело. Так не пойдет, да, хочется их как-то объединить. Что я могу сделать в рамках вида? Я могу сделать группировку значений. Беру и группирую значения, ну, здесь вот видимых элементов у меня будет 12, но я могу там сделать меньше, пускай будет видно 10, сгруппируется больше, да, видите, прочее, оно чуть подросло. Сортировка сейчас по вкладу, по прибыли, да, вот по агрегату прибыли идет, сортировка от большего к меньшему. Продолжаем видеть, что джинсмак потом идет, господи, как-то прочитать, фифошка и так далее, да, они вот делали вклад меньше-меньше, ну, и, впрочем, впрочем, мы видим, что происходит. Например, я хочу поменять группировки, ну, не хочется мне, чтобы у нас группы были, вот он наш drilldown, да, куда мы проваливаемся от клиентов к категориям товаров и к конкретным товарам. Я хочу, наоборот, от категории, например, проваливаться в клиентов, посмотрим, что произойдет, да, вот поменялись, да, видно, женская одежда, ну, и так далее. У нас категории меньше 10, ну, либо 10, поэтому здесь прочее не появляется. Ну, вернем обратно, пускай все-таки будут клиенты, потом категория. Не хватает на этом бублике итогов, например, хочется вывести итогов. В рамках настройки вида я делаю, включаю итогов, вот мой итогов, 21 миллион с копейками есть. Здесь я могу поиграться настройками, видите, слово итогов, оно тоже настроено в виде текста. Я могу выводить в центр бублика разную информацию, ну, в данном случае я вывел текст, и того, могу подписать там, и того, чем там рублей, да, или символ рубля вставить, но чуть-чуть дольше будет. Ну, там сейчас перестрою того рублей, и могу вот увидеть итоговый. Значение у него тоже поиграться с его настройками, размер шрифта, сам шрифт, начертание его жирное, там, курсивом, и можно выбрать ему цвет. Вроде бы вот с итоговой частью настроили. Давайте посмотрим по подписям, тоже можно с ними поиграться. У нас сейчас есть подписи, которые обозначают клиентов. Ну, например, я хочу увидеть здесь еще и значение. Значение можно выбрать в разных вариациях. По умолчанию, процентный вклад секторов можно добавить сразу отображать и значение. Он у нас в скобочках добавит значение. Можно от значения не отображать дополнительно, а просто отображать значение вместо процентов. Тут как хочется. И можно поиграться с расположением, с расстоянием этого добра. Например, у нас сейчас выбрано, что снаружи я могу сделать расстояние побольше, он чуть дальше отодвинется от нашего бублика, с этим можно тоже играться. Если у нас разные показатели в виде агрегатов есть, то мы можем выбирать. В данном конкретном сценарии есть только прибыль, но если бы тут было несколько, то можно было не прибыль, например, суммировать, а количество этих клиентов. С чем еще можно поиграться из интересного? Это вот последнее обновление с пропорциями. Можно позадавать размер диаграммы, которую мы хотим видеть. Ну, пускай он будет покрупнее. Можно поиграться толщиной самих секторов. Также расстояние между секторами добавить. Будет вот так тоже довольно интересно. И скругление, да, если мы увеличим, то у нас радиус скругления в областей увеличивается. Ну, и тут довольно много настроек. Итак, у нас по каждому виджету, который стандартный. Здесь понятно, что настройки, они зависят от вида виджета, который мы выбрали. В данном случае я просто показал, как мы можем играться визуально с настройками конкретного виджета. Что-то толщина мне не нравится, побольше сделать. Конкретного виджета, который называется кольцевая диаграмма. Если мы будем выбирать другие, там, собственно, свои настройки, но можно поиграться. Очень удобная штука, что можно здесь же... У нас вид виджета кольцевая диаграмма, но я могу переключиться всегда в табличное представление, потому что так бывает удобнее понять, что тут с данными, да, конкретно. То есть таблица, она все-таки не отменяет. При этом я вид не поменял, я просто переключился в вид таблицы. И вот мой drilldown я вижу. Я могу и здесь поменять местами все это. И таблица перестроится. Ну и, понятное дело, что и моя визуализация, она тоже перестроилась. Все, я его поменял. Мне ничего сохранять не надо. Сохранение идет автоматически. Мы сейчас с этим работаем не всегда удобно, когда автоматическое сохранение. Бывают случаи, когда нужно все-таки явно кнопку нажать. У нас будет два режима работы. Либо в автоматическом сохранении, либо принудительное сохранение. Ну, в данном случае у нас хранение было автоматически. Если я вернусь сейчас к моей информационной панели, переключусь на вкладку, где у меня был виджет с древовидной картой, то видно, что он заменился на этот. Здесь же можно что сделать с информационной панелью. Во-первых, я могу поделиться ссылкой для коллег на просмотр этой информационной панели. Если я сейчас открою в новой вкладке, в виду ссылку, да, то откроется информационная панель, в которой я, собственно, которой я поделился. Я могу ее выгрузить в разных форматах, в PDF, в PNG. Могу перейти к редактированию, если у меня есть права, ну, и так далее. А вот здесь же могу продолжить с ней просто изучать, да, показатели, проваливаться, смотреть. Еще хотел я показать вам работу со сводными таблицами. Например, к нам поступает задача на вкладке «Анализ продаж» как-то поменять нашу сводную таблицу, сделать другие уровни в ней. Тоже перехожу в режим редактирования. Иду к нашей сводной таблице, которая называется «Анализ показателей по поставщикам». Перехожу к редактированию таблицы. Что здесь может понадобиться? Ну, например, у нас сейчас углубление идет «Страны-поставщики». Я, например, хочу немножко иначе смотреть, да, вот не «Страны-поставщики», а категории товаров, а потом какие страны, какие внутри поставщики. Выбираю категории товаров, добавляю их. У нас есть возможность их добавить как в виде строк, так и в виде группы столбцов. Ну, либо сделать агрегатом, да, агрегат. Я сейчас к нему тоже вернусь. Что это такое? Я добавляю в строку и категории товаров. Теперь у меня, что происходит? Ну, сейчас таблица перестроится. Если я открываю страну определенную, я вижу, какие поставщики работают со мной из этой страны, вижу категории товаров. Но гораздо интереснее, например, мне смотреть вот так. От категории товаров к странам и к поставщикам. Меняю наши уровни и вижу, да, вот категории товаров. Женская одежда у меня поставляется из каких стран? Из Швеции, США, Австралии. Какие поставщики? Смотрю дальше поставщиков. Здесь же вижу наши столбцы. Ну, в данном случае в столбцы вынесены года, чтобы анализировать показатели. А что за показатели? Это агрегаты, которые мы в данном случае рассчитываем. Ну, либо считаем стандартной формулой. Вот тут здесь видно SQL, это значит расчетный агрегат. Count, это значит на количество посчитали. Агрегаты, вот, прибыль, выручка, количество. Если я зайду в редактирование агрегата, я, например, могу посмотреть, по какой формуле у меня происходит расчет этого агрегата. В данном случае это просто сумма прибыли в рублях, да. Здесь, где у нас формула для агрегатов, у нас поддерживается синтаксис DataLens. Мы решили не идти в, скажем так, в зарубежные истории, там, поддержку зарубежных синтаксисов. Понятно, что у DataLens тоже неплохо развивается именно комьюнити, именно специалисты, которые будут знать этот синтаксис. И, по идее, концепция наша такая. Если человек умеет в DataLens формулу настраивать, он их и в Analytics Workspace умеет. Формулы довольно сложные можно делать. Здесь, там, Александр, когда показывал, вот, то, ну, собственно, когда мы начинаем вводить, нам система сама подсказывает, какие варианты можно использовать. Если мы, например, у нас какие-то показатели на кириллице, я не знаю, есть ли тут, ну, вот, есть, да, на кириллице, я могу и на кириллице вводить количество знаков, да, и он у меня сам их переведет в нужный формат. Я не буду сейчас формулу, потому что она будет бессмысленная. Здесь же я могу в рамках агрегатов поработать с сортировкой, поработать с форматированием. Разные виды условного форматирования поддерживаются у нас, ну, вот, просто цветами заливать, цветами в зависимости от объема, значки подставлять, ну, это актуально для трендов, да, когда у нас, ну, или KPI-панели, когда у нас показатель от года к году растет, то там зеленая стрелочка вверх, например, либо красная стрелочка вниз. Ну, и мы сейчас с форматированием, собственно, тут есть условное форматирование, которое показывает вклад конкретной строки в общую долю в рамках этой группировки. Я ее менять не буду, но ее можно поменять. Это довольно большая история с форматированием. Очень много вариантов мы поддерживаем. Все примеры форматирования, они вот расписаны в нашей документации. Можно, когда вы будете в демо-версии играться, если мы вам понравились, то, собственно, форматирование – это увлекательная история. Ну, и по агрегатам я тоже могу поменять все это столбцами. Что-то могу вынести, например, в строки между структурой, да, вот группы. Строки и столбцы могу менять местами в рамках сводной таблицы. Все это доступно. То есть сводная таблица – такой кубик-рубик, который можно крутить, вертеть, как угодно. Вот я ее поменял. Если я вернусь сейчас к своему, к своей информационной панели, обновлю ее, то будет видно, что, собственно, у нас здесь уже другая история будет. Женская одежда, мужская – вот то, как мы сделали по категориям. Если какой-то виджет, например, на информационной панели, ну, не видно, да, бывают случаи, когда мы специально, умышленно добавляем, я сейчас покажу сводную таблицу только в виде заголовка, потому что есть кнопочка «развернуть», мы разворачиваем на все, и, собственно, этим можем работать. Это отличительная особенность, в принципе, биосистемы. То, что мы не презентацию статичную показываем, да, это данные, с которыми мы работаем. Мы можем провалиться, фильтровать и так далее, ну, либо показывать на весь экран. Вот. Пожалуй, по виджетам, дашбордам из той части настроечной основное все, но что еще есть в части настройки прав доступа? Когда я, собственно, свой виджет, информационную панель сделал, я могу задать права доступа. Когда Александр показывал ABAC, принцип настройки, да, по сути этого доступ к строкам либо к столбцам, он не связан с информационными панелями, да, он связан с данными. То есть у нас из источника приходит зарплата, и мы с сотрудниками говорим, что ты зарплату не видишь, но это не значит, что он не видит все остальное. И я могу дать, например, вот сотрудника я нашел по его имени, да, я могу ему дать возможность просмотра этого, этой информационной панели, могу ему дать права редактирования, могу дать права клонирования. Клонирование очень удобная опция, она позволяет, такую копию здесь и сейчас сделать для себя, для того, чтобы, ну, типа своей песочнице, ты можешь этот виджет, информационную панель переструктурировать под себя, ну и так далее. Могу дать ему больше прав, в том числе вот само создание ссылки на поделиться, оно тоже у нас определяется определенными правами. Человек может не иметь права давать ссылку на то, чтобы поделиться, потому что когда мы делимся с каким-то сотрудником ссылкой на информационную панель, мы ему по умолчанию даем право на просмотр. Так вот, если я даю, например, сотруднику вот с этим именем право на просмотр информационной панели, например, при этом в рамках модели у него настроено, что он, что у нас там есть, например, он не видит прибыль, то сотрудник, когда зайдет, он эту прибыль не увидит. Он будет видеть все остальное, а прибыль у него будет отсутствовать. Это вот как раз-таки доступ на уровне строк и столбцов это регулирует. Но в саму информационную панель он, пожалуйста, может доступ иметь. Коллеги, по информационным панелям мы так за тайминг немножко вышли. Я дальше углубляться не буду. Предлагаю просто в рамках гомо-версии пробовать играться. Все это довольно удобно. Примеров у нас достаточно на каждый вид визуализации. Возвращаясь к нашему эфиру, мы сейчас пройдемся по вопросам. Так, давайте я сейчас все-таки показываю экран, да? Завершить показ экрана. Все, вот это счастливое лицо пусть будет перед глазами. Мы пройдемся по вопросам, которые поступали. Я подвесил изначально вопросы, которые у нас были при регистрации, люди указывали. Мы с них начнем. Покажите сквозную фильтрацию по визуализациям. Ну, вроде бы показал, да, когда у нас в рамках одной визуализации выбираешь, другие визуализации тоже перефильтровываются. Если это оно имелось в виду, то показали. Если что-то другое, то готовы в рамках комьюнити ответить более широко. Применение формул с условиями. Сумма продаж за прошлый год. Да, это возможно, просто это показывать чуть дольше. Мы в рамках комьюнити постараемся отдельным примером просто это опубликовать, потому что не всем это будет прямо здесь сейчас интересно. Ну, это такой уже элемент обучения, но это возможно. Если кэш-приложение как реализован, Александр в рамках своего рассказа рассказывал про разные уровни кэши. Ну, по сути, у нас кэшей очень много упорно то на быстродействие. На каком фреймверке были проблемы с утечкой памяти, проводится ли факторинг? Ну, здесь, собственно, в фреймверке мы рассказали по архитектуре довольно подробно. Проблем с утечкой памяти у нас не было. Рефакторинг проводится всегда. Саша, ты хочешь добавить? Да, я по поводу памяти хочу сказать. Здесь проблемы не с утечкой памяти могут быть, а с ее нехваткой. В частности, основной дизайн, опять-таки, работы с большими данными, заключается в том, что мы лимитируем использование памяти под системам. То есть, например, мы можем сказать, что у нас есть... Вот если представить, что все работает на одном сервере, мы можем раздать квоты определенные по сервисам, которые могут эту память употреблять. И мы можем сказать, например, что у нас Spark потребляет не более чем 2 гигабайт памяти, а вот есть штука, которая строит предпросмотр, и мы всего выдаем 1 гигабайт памяти. И, соответственно, у нас в определенных случаях, ну, понятно, данные могут быть разнообразные, они могут быть по-разному устроены, и в эти пределы могут упираться сервисы и говорить, что вот все, достигнут предел памяти. И в этом случае у нас есть очень много настроек, которые под капотом содержатся, где можно указать и выделение памяти, и под то там тайм-ауты, где что должно, за какое время отработать. То есть это очень глубоко есть, там у нас порядка, не буду говорить, сколько десятков, а может быть сотен уже параметров, которые за это отвечают. У нас документации, они все описаны, они устанавливаются сначала с такими базовыми разумными значениями, но это всегда можно покрутить, перестартовать систему, и он будет работать чуть-чуть по-другому. Вот что я хотел сказать. Так, спасибо за дополнение. Мы так, все время списочек вопросов прокручиваются, если кто-то набавляет новое, но я не устаю прокручивать назад. Системные требования для внедрения. Публичная облака заказчиками не рассматривает, то есть либо private cloud, либо просто локальная установка приложения. Ну, здесь мы вроде бы ответили, да, что и то, и другое поддерживается, то есть можно и в облаке, можно он примес. И системные требования зависят от кучи параметров, от объема данных, которые вы собираетесь крутить. Самые минимальные, они у нас на сайте в разделе тарифы, они представлены, там, какое количество памяти и всего остального нужно, это вот в минимуме. Существует ли серверная версия? У нас, в принципе, версия серверная сама по себе, поэтому десктоп-вариации нет, работа через браузер, через клиент в рамках браузера. Реализовано ли автоматическое построение связи в модели данных, как в клик? Ну, здесь тоже мы показывали, Саша показывал, когда источник был PostgreSQL, что между таблицами связь она автоматом при прокидывании этих таблиц в модель, она автоматом простраивалась. Есть ли коннекторы для системы мониторинга, если да, то для каких? Немножко непонятно по системам мониторинга, но в целом у нас к любому IP можно подключиться. Есть примеры в документации. Это делается через ETL-блог, ну и там есть определенная справка, как мы подключаемся к веб-сервисам. И пример, когда мы по API забираем. Михаил, можно я тебя прерыву по поводу автоматической настройки связи? Да, есть не только вот на уровне создания моделей, мы там связи между таблицами и тасками. К этой же теме можно снести и автоматическая настройка связи в диаграммах, когда они построены на одних и тех же данных. То есть я размещаю несколько видов на дашборде, несколько видов диаграмм, и при дрилдауне, при установке фильтров на одном из этих у меня автоматически прокидываются. То есть это тоже вот на уровне связи и на уже информационных панелях. Это что-то типа такого, что у клика есть. То есть вот эти связи цепляются автоматически. Это не в том явном виде на уровне архитектуры данных, как в других системах. Да, Саша, спасибо. Какой из вариантов SQL у вас используется? Саша, вот я сразу тебе передаю слово. Да, SQL на самом деле он один. То есть с небольшими различиями можно сказать, что SQL как буквы или language он один. То есть select везде пишется примерно одинаково. Другое дело в функциях, которые внутри этого selectа можно использовать. Вот как раз эти функции, они зависят от того, с чем мы сейчас работаем. SQL, когда мы создаем модель и там пишем SQL-блоки, мы, соответственно, должны использовать тот SQL, который зависит от точки данных. То есть если я работаю с PostgreSQL, то я использую диалекты функции, которые приняты в PostgreSQL. Если я корпус, то, соответственно, я корпус делаю. Если я работаю с данными сейчас, то у нас используется Spark SQL диалект. Ну, то есть это неправильно говорить диалектом. У нас набор функций, которые я внутри могу использовать для генерации записей, для кастования каких-то хитровых. Я использую Spark-овские функции. И следующий SQL, который у нас есть в визуализациях, то есть формулы, которые мы пишем, на самом деле они тоже транслируются в SQL выражения. Уже для кликауса, которые срабатывают. И там, соответственно, свои функции. Поэтому можно говорить о наборе функций, которые я могу использовать. А SQL, он как бы единый, по большому счету, сложно говорить о том, что он совсем различается. Но в целом надо понимать, что есть SQL, который зависит от источника. Когда я настраиваю модели, как разработчик модели, я работаю. Я, скорее всего, работаю с SQL, с Spark-овским, с Spark SQL. И те, кто настраивает визуализацию, формулы пишут, используем функции, которые приняты в Clickhouse. Вот так. Ну, по сути, принятые в Clickhouse, по сути, синтаксис даталайнса, который... Ну, да-да-да-да. Так, можно ли дать права на пользователя, не по пользователям на данные, а сразу по группе в Active Directory? Ответ – да. Если чуть пошире, то у нас есть интеграция с Active Directory. Там настраивается маппинг схемы. То есть по пользователю из Active Directory нам приходит, к какой группе он относится. Ну, и там сразу можно к этой группе потом права вешать. Тоже все подробно расписано в справке. Ну, можно попытаться это сделать. Где посмотреть требования к серверной части? Как считать сайзинг под свои объемы данных? Требования к серверной части, ну, я уже сказал, минимальные есть на сайте, есть в документации. Сайзинг под свои объемы данных – это история такая сложная. Ее надо прям при внедрении уже начинать просчитывать. Мы можем помочь, если вы там в комьюнити зададите конкретный вопрос, мы подскажем. Потому что там от чего может зависеть? От количества записей внутри источника, от количества столбцов в этих записи, от количества пользователей в единицу времени, которые эти записями будут пользоваться, и от того, какую сложную модель вы хотите построить, чтобы эти данные забирать. То есть тут такая матричная зависимость. Но в целом мы, если сравнивать с другими системами, не так уж требовательны к ресурсам, но сайзинг обычно занимает какое-то время. Этот расчет. Напишите конкретные параметры, мы вам просто подскажем, что может быть. Возможно ли писать ручной… Кстати, по объему данных мы сейчас работаем над чем? Вот этот вопрос очень частый, и он очень частый для любой BI. Мы сейчас работаем над тем, чтобы такую матрицу составить. Если у вас такие-то примерно критерии от до, то вам такое оборудование. Если от до, то такое оборудование. Вот такую матрицу мы составим скоро, и она будет доступна. Возможно ли писать ручной скрипт или только в дизайнере? И читает ли выносные скрипты в код, например? Саша, тут, наверное, ты мне больше подкашься, не очень. Наверное, имелось в виду скрипты обработки данных. Я показывал, что у нас есть возможность доработки общих правил соединения записи в одну модель и доработки питомовскими скриптами. Да, это можно написать, и они там будут работать. Плюс у нас есть скрипты, которые можно написать. То есть точки кастомизации именно программистские – это HTML-виджеты. Там можно JS-скрипты писать. Плюс у нас скоро появится возможность на уровне оркестратора. То есть я хочу собрать модель, но совершенно по-своему, которая вообще не на принципах HV, работы с источниками и так далее устроена. То есть это будет отдельный скрипт для Airflow. Вот на этом уровне описан. Но вот точки расширения, они вот такие. Прямо взять и написать произвольный скрипт, его выполнить. У нас есть выносные возможности для доступа к данным. То есть когда я уже модель построил, я вот говорил в JupyterHub, либо любой питомовский файл у нас там просто по REST API, можно, получив ключик доступа, тоже документация описана, загрузить себе данные из этой модели в падовский DataFrame, например, если вы в питоне, и просто в питомовском скрипте провести любую обработку. То есть можно вот так вот сделать. Спасибо, Саша. Так, под какими операционными системами работает сервер? Ну, сервер работает под Unix. Подобными операционными системами есть вариации с работы. И под российскими Unix-подобными операционными системами у нас есть сертификат совместимости с RedOS, ну и на других российских мы тоже пробовали. Из нероссийских, ну, практически любая, на которой докер-контейнер нормально развернется. Установка из докер-контейнера, возможно, горизонтальное масштабирование, когда мы на нескольких серверах, ну, мы так и рекомендуем, да, на нескольких серверах устанавливать систему для того, чтобы она была, ну, отказоустойчивее и производительнее. Как реализован механизм инкрементального обновления и сторонняя таблица с базы данных PostgreSQL? Ну, здесь Александр подробно рассказывал. Я думаю, что, надеюсь, Алексей задал вопрос. Я надеюсь, что вы это увидели. Ну, то есть, настраивается это возможно. И возможность подгружать данные из таблицы объема от одного миллиарда строк есть инкрементально, но вот определенные условия при этом надо соблюдать, про которые Саша рассказал. Если пропустили, то будет запись, можно будет отмотать именно к этому моменту. Вот интересный момент. Тоже, мне кажется, мы на него ответили. Но давайте еще раз. У меня есть 10 баз данных с одинаковой структурой, но разными данными. Хочу в одном месте создавать отчеты. Можно ли другим 9 пользователям дать доступ ко всем отчетам, но чтобы пользовалась своя база данных для каждого из них. Это похоже как раз-таки на ограничение по строкам. То есть вы эти 10 баз данных у нас все равно в одну витрину сложите. В каждой базе данных будет свой префикс, и этот префикс надо будет сматчить с правами пользователя. Да, там в витрине данных должен быть появиться столбец, в который нужно будет записать, ну, идентификатор базы данных, условно говоря. Соответственно, модель вы сделаете как юнион многих записей, которые внутри, ну, каждая таблица пришла из баз данных. Эти юнионы можно не просто… Если нет отдельного идентификатора, вы можете написать SQL, в котором забрать все записи из таблицы из UBD, и плюс еще константы прописать, там, 1, 2, 3, 4 идентификаторы из этой базы данных. И вот у вас будет юнион многих-многих-многих, ну, там, сколько у вас, 10 записей будет. Вот у вас соберется все в одну большую витрину. И затем, я говорил, что мы не стали показывать, но есть возможность пользователям вот эти же атрибуты назначить, то есть каждому пользователю сказать, что вот он должен видеть из баз данных номер и, там, третий. И он, соответственно, откроет этот дашборд, но все данные придут, отфильтруются уже на этапе получения записи из аналитической таблицы по условию соответствия его вот инификатор баз данных и того, что в таблице стоит. Это вот так вот будет сделано. Да, это доступ к атрибутам. Ну, краткий вопрос, да, все это возможно. Чуть пошире мы ответили. Теперь я по вопросам, которые написали, не подвесили, а написали в чат, там, кажется, еще подвесили. Сейчас, секунду. Настраивается ли интерфейс системы? Можно ли добавлять новые каталоги в левую панель меню, менять шрифты и стили интерфейса, логотип, фавикон и прочее? Да, у нас есть, даже с последним релизом мы это вынесли в административную панель. Мы сейчас не показывали административную панель, по сути. Есть, там можно стиль поменять. У нас есть стиль, когда вот я рассказывал до этого презентации, интеграция с датамет, как-то медицинская система, там их логотип используется и немножко другая стилизация. То есть это можно, но это такая проектная деятельность, когда мы стилизацию делаем для интеграции, ну, внутрь какой-то другой системы обычно. Это возможно. На сайте есть раздел интеграция аналитики в свой продукт. Кнопка «Назначить созвон», если хотите поподробнее, просто назначить созвон, мы все расскажем, покажем, проговорим это. Из вопросов, которые внутри чата. Можно ли настраивать направление фильтрации или после создания связи между полями фильтрация взаимная? Создание связи между полями фильтрация взаимная, да. Здесь вроде бы моя коллега Лариса намного ответила, да. При настраивании связи можно настроить последовательную фильтрацию. Да, это тоже есть. Комбинировать виджеты как-то можно? Ну, у нас можно. Есть уже готовые комбинированные вариации виджетов. Ну, то есть скомбинировать там пузырьки с чем-то другим, если мы в рамках стандартного виджета нет, то это можно в рамках HTML виджета. В рамках готовых виджетов есть вариации уже комбинированных виджетов. Так, возможность вставить виджет в туб тип. Ну, это, кстати, частый вопрос для тех, кто использует Power BI, когда ты наводишь куда-то, и он у тебя детализация в рамках туб типа. Этого пока нет. Думаем над такой реализацией, либо думаем над немножко другой реализацией. Забегая вперед, да, у нас вот будет возможность drilldown определять визуализацию на каждом этапе drilldown. То есть мы в бублике нажали на сектор, но провалились, например, в табличку. Это вот такая аналог того типа, который в Power BI часто используется. Таблица выглядит красиво. Спасибо. Мы старались, я специально не вопрос зачитал, чтобы как-то разбавить чем-то полезным и приятным. Можно ли настраивать выделение цветами, управлять по настраиваемым правилам? Можно. У нас по выделению цветами и не только цветами, а и значками довольно много вариаций. Я предлагаю просто чуть-чуть, может быть, конкретизировать вопрос в рамках нашего комьюнити. Там коллеги могут прям визуально записать ответ и покажут, потому что сейчас мы, не разбирая конкретный вопрос, я могу просто сказать, что можно. Да, у нас по фильтра, по этому условному форматированию довольно большая проработка делалась. И настраивать можно очень много, от градиентных вещей до полупрозрачных и всего остального. Возможен ли переход на другой дашборд? Это тоже интересный вопрос. Тоже, скорее всего, от Power BI, там вот Drill True называется, когда мы дрилим в сторону. На текущий момент это возможно через ссылки настроить, когда мы передаем. Но там контекст не будет передаваться, то есть мы не совсем детализация, но работа ведется над этим. То есть мы планируем добавить вот именно вот этот аналог детализации в Power BI, когда мы Drill True в сторону выполняем. Так, можно в дашборне настроить виджет с помощью HTML, которая будет содержать ссылку на другой дашборд. А это вот Лариса как раз ответила, да, про то, что мы вот переходы между дашбордами можно сделать, но если там вопрос контекста передавать, то посложнее. Есть ли возможность ТОУ-ТИП выводить другой виджет? Чуть выше ответили, что пока мы не ТОУ-ТИП, возможно, мы не по пути ТОУ-ТИПа пойдем, а чуть-чуть в другую сторону. Проброской фильтров ответили. Так, коллеги, я тут уже... Можно ли добавить 1С как источник данных? Да, можно. У нас сейчас, кстати, идет внедрение, когда мы 1С как источник данных используем. По сути, 1С, она тоже как веб-сервис может выступать, из нее можно данные эти забирать. Саш, ты можешь как-то дополнить? Да, но случайный вопрос, планируется ли добавить. Да, сейчас ведутся работы. У нас в одном из обновлений, скорее всего, в течение лета у нас как раз появится отдельный коннектор к 1С. Мы будем соединяться по интерфейсу OData, если вас интересует, соответственно, на стороне 1С должен быть веб-сервер открыт и настроен доступ через OData к данным 1С. Тогда можно будет уже там таблицы забирать и на них настраивать уже дальнейшую интеграцию, дальнейшую работу с данными внутри АВ. Да, так, настраивается ли интерфейс системы, можно ли добрать новые каталоги? Вроде бы я на это ответил, но тут я увидел сейчас по другим градусам слова каталоги. Прямо на низком старте мы уже к разработке каталогов и тегов. То есть сейчас у нас фильтрация есть в дашбордах, когда можно информационных панелей, виджетов, их можно пофильтровать в общем списке. Но мы вот будем работать над тем, что добавим каталоги, папки, куда можно сложить сущности системы, это и модели, и информационные панели, и виджеты. Ну и дальше там, собственно, с этими каталогами как-то тоже с отдельной сущностью работы, там права предоставлять и так далее. Это в работе именно такая еще есть задача. Коллеги, вопросы вроде бы закончились, я, по крайней мере, больше не вижу. Надеюсь, вам понравилось. Мы придем к вам с опросом обратной связи на почту. Я прошу там отделить 5 минут своего времени, там немного вопросов будет, чтобы просто получить обратную связь о том, как вам и формат, и сама система, и, возможно, какие-то вопросы хочется глубже посмотреть. Было приятно для вас, собственно, вещать. Спасибо большое за участие. Надеюсь, что вы присоединились и в комьюнити, и в демо-версию попробуйте. Все, что мы сегодня с Александром показывали, мы показывали в рамках нашей стандартной демо-версии. То есть то же самое вы можете просто брать и делать, когда вы вырегистрируетесь в демо-версии, там вам на просмотр уже предоставляется информационная панель, виджеты. Их можно клонировать себе, свою песочницу, по сути, играться с ними. То, что я делал там визуально, можно самим попробовать поделать. Ну и плюс в рамках комьюнити задавать вопросы, а также записаться на обучение. 10 июля стартует полноценный курс, даже если вы не планируете использовать прямо здесь сейчас аналитику workspace, там вот теория, она для биоаналитиков полезна. Прямо сама теория, она не касается конкретно инструментария, а касается прямо самой деятельности. Плюс, все, последний анонс, 12 июля мы будем с хорошим экспертом Марией разбирать вопрос эргономики дашбордов, как не испортить дашборд красотой. Регистрируйтесь на эфир. Это такие у нас проходят часовые эфиры с экспертами, когда мы именно теорию больше рассказываем. Уже были тоже разные. Смотрите, что прошло. Ну и регистрируйтесь на предстоящее. Саша, тебе тоже спасибо большое за компанию. Всем спасибо. Всем до новых встреч. На ML и AI записывайтесь. У нас там тоже есть мероприятие. Еще раз встретимся там. Спасибо. До свидания.